привет ребят продолжаю тему водомоторки сегодня у нас с вами техническая часть где я буду полностью обслуживать то есть проводить то вот этому моему просто неубиваемому прекрасному мотору suzuki 9915 2008 года выпуска мотор старенький это самый лучший я считаю мотор вот этой серии двух такников из серии дт полное название то дт 99 с то есть нога у него с ну собственно под все практически стандартные транс и лодочных лодочные транс то есть пвх лодок в нем все хорошо кроме одного он очень тяжелый то есть весит эта штука прилично вот поэтому как бы ну вот сейчас мне уже одному его тяжеловато таскать у меня есть тележка для него вот эта стоечка такая самая простенькая у меня для обслуживания как раз сегодня значит мы займемся с вами заменой винта потому что винт у меня уже в таком состоянии что ну его давно уже пора поменять да вот повидал он камушки всякие подводные и так далее естественно также замена масла в редукторе и надо будет поменять крыльчатку потому что честно говоря ну во первых он у меня очень долго стоял то есть без какой-либо работы и я не помню вообще когда и менял крыльчатку по нормативам завода изготовителя раз в год вообще меняется ну и в зависимости конечно от интенсивности использования и водной среды то есть там если это море то это делается намного чаще вот ну так же естественно стандартно поменяют свечи и маслятовый топливный фильтр вот эти все вещи которые мы сегодня с вами сделаем я вам подробно покажу в принципе эти материалы я думаю будет полезны всем тем у кого такие же двухтактники там дт-15 дт-99 98 и так далее то есть у них всех принцип практически одинаковый поехали для начала давайте несколько слов по комплектации собственно что я купил приобрел заказал ну первым делом это грибной винт это 10 винт marine rocket это китай ребят но это очень хороший китай от известного бренда то есть в принципе эти винты они являются практическим аналогом suzuki yamaha там tahatsu и так далее а вообще насколько я вот знаю marine rocket это же есть хидея то есть это какая-то просто ну у них отдельное подразделение что ли ли они как-то отпочковались в общем ребята это прекрасная из очень хорошего прочного алюминия винты вот его собственно маркировка может быть кому-то будет интересно но это под моим suzuki естественно и еще раз скажу что под 15 моторы дт и так далее да и вообще собственно под разные вот эти моторы под suzuki в частности эти винты прекрасно подходит он тяжеленький прям вот чувствуется что сам металл качественный вот эти все втулки тоже это нержа полная идем дальше это вот крыльчатка крыльчатка не оригинал но полное соответствие оригинал то есть ну вот она новенькая прямо видно вся ну две свечи это нжк собственно как по заводу изготовителю они идут штатно к этому мотору масло я взял то есть смазку я взял вот такую вот тоже уже проверенная штука значит на озоне я все вот это хозяйство заказывал то есть вот эту смазку и собственно трансмиссионное масло ну тут естественно экономить не нужно я считаю и взял я оригинал и вот такой вот с заметьте с резиночкой топливный фильтрок потому что я абсолютно не знаю что рядом с этим фильтром тоже менял не помню когда собственно вот все что сегодня мы с вами будем делать вот такая комплект у х и начинаем с слива собственно масло редуктора значит чтобы слить масло с редуктора вот есть два винта вот этот вот верхний его тут внизу тут даже написано oil то есть масло ошибиться просто невозможно откручиваем первый вот этот винт чтобы долезть до крыльчатки нужно снять вот эту вот ногу для этого потребуется три ключа 2 на 10 и 1 на 12 но в принципе можно обойтись и двумя то есть на 10 и на 12 при желании для начала нужно снять открутить тягу и вот здесь как раз идет две гайки вот это вот контр гайков при вот почему я говорю что два ключа нужно одним в принципе можно вот он пошел кстати говоря так что вот собственно вот так вот выглядит отсоединенная снятая тяга теперь остается открутить ногу здесь 4 винта 2 с этой стороны 4 винта на 12 и 2 соответственно с другой стороны можно ключом можно воспользоваться трещоткой так винты откручены теперь аккуратно вот так вот снимаем ногу собственно вот она ребята помпа откручиваем 4 винта на 12 так все я открутил и снимаем аккуратно вот так вот помпу вместе с крыльчаткой так вот ребят хочу сразу заострить ваше внимание вот здесь вот есть такая вот шпонька она же является направляющей для крыльчатки и она здесь особо никак не закреплена пусть она свободно сюда вставляется и вынимается если вы ее потеряете то там а крыльчатка будет свободно вращаться без вала и охлаждение не будет то есть воду она забирать не будет их по своему опыту я уже ее в гараже как-то уже искал когда тоже перебирал давно вот собственно поэтому ее лучше сразу снять и куда-то на магнит ну иначе иначе будет очень плохо вот такая вот маленькая но очень важная деталь собственно вот она крыльчатка по ощущениям у новый ну помягче будет чем вот у этой хотя да она уже такая дубоватая стала вот поэтому ставим новую а это у меня ну в принципе она наверно тоже рабочая пойдет просто на прозапас так и давайте расскажу немножко подробнее о самой помпе ну то есть эта система охлаждения и это важно то есть о ее устройстве основном значит смотрите вот здесь вот важно обращать внимание на выработку то есть вот смотреть как вот этот стакан выглядит внутри все тоже хорошенько очищать если вы ходите где-то на море и контакт соленой водой то это все нужно тоже можно вот в принципе использовать металлическую щетку вычищать но у меня в основном пресная вода поэтому не в основном а в принципе только пресная вода ввп поэтому тут все более-менее нормально значит сама крыльчатка располагается вот внутри этого стакана и ее сюда намеренного так пихать не нужно она одевается на вал на сам вот как раз таки через ту шпонку но я вам подробнее это покажу когда буду новую устанавливать соответственно она же здесь располагается не соосно а чуть-чуть вот так вот сдвинута и принцип ее работы такой часть лопастей воду забирают и другая часть лопастей и и выгоняет собственно вот так и происходит система охлаждения тут еще какие нюансы очень важны мало кто обращает внимание вот на такие вот вещи это вот эти пыльники пыльник водяной трубки вот здесь проходит собственно водяная трубка от самой ноги это пыльник помпы самой и вот если видите да он весь у меня уже тут растрескался и кстати забыл я вам сказать что когда показывал комплект заранее это еще давно я приобрел естественно все эти резинки то есть все эти пыльники это оригинал сейчас найти ну довольно таки проблематично вот сразу я вам покажу номерочки чтобы вы понимали найти это проблематично но при желании можно пока это еще все есть в продаже именно оригинал потому что я не знаю если вообще не оригинал этих вещей и собственно ну вот эти элементы то есть вот этот пыльник трубки вот этот пыльник него следует заменить собственно что мы сейчас с вами и сделаем совсем он тут конечно растрескался абсолютно и ну вот смотрите сами в каком он сейчас состоянии это конечно никуда не годится а это ребята канал и здесь проходит эта сама трубка поэтому как я говорю это очень важные моменты вообще системы охлаждения лучше как говорится ее обслуживать перегревать мотор нельзя принцип простой здесь вот есть такие отверстия с обоих сторон и как бы на самом пыльники вот эти выступы вот они должны собственно и зайти в эти же отверстия вот так вот вот так с этим пыльником разобрались стоит снимаем вот этот вот ну тоже смотрите да с этой вот стороны насколько он уже ну и вообще все резина уже такая дубовая он весь иссыхается так что точно под замену идет касаемо очистки я вот использую вот такое средство очиститель деталей но принципе вот марка да можете посмотреть все это на озоне есть это стоит недорого но в принципе пойдет и любой универсальный обезжириватель также сам он хорошо очищает и здесь достаточно просто его нанести вот так хорошенько и потом же собственно тряпочка это все дело протирается хорошо бы конечно продуть еще это дело но у меня тут вот компрессора нет хочу приобрести пока к сожалению никак это все дело довольно быстро высыхает так что ничего тут страшного в этом нет принципе состояние видите помпы у меня вполне себе нормальная то есть есть небольшая выработка вот внутри но в целом она абсолютно рабочая то есть вот этот стакан это важно смотреть как игру в каком состоянии так ну и что теперь одеваем вот этот пыльник одеваем его у пыльника вот здесь вот широкая часть отверстия здесь поуже вот этой широкой частью мы надеваем вниз давить слишком сюда не нужно то есть здесь он ну довольно свободно сидит его потом прижмет когда мы ногу уже поставим вот так вот это выглядит так же само очищаем эту всю поверхность заодно это и обезжириваем случае уже серьезной выработки все это тоже по парт номерам в мануале на официальном сайте на suzuki в данном случае находится но есть там и на ямаху соответственно тоже на тохацию и вот эти все элементы они меняются у крыльчатки вот здесь вот имеется такой проем устанавливаем обратно вот это вот направляющую какой именно стороной ставить крыльчатку вообще не принципиально важно чтобы вот это вот прорезь совпало с направляющей ну то что я вам рассказывал одеваем крыльчатку через вал но все есть ну вот она дома теперь видите да то есть когда крыльчатка стоит на месте когда все совпало вот здесь вот с этой прорезью то она вращается вместе с валом вот так крыльчатка на месте ставим помпу поставить ее неправильно у вас вряд ли получится потому что вот здесь вот не знаю там видно нет вот такой идет к треугольнику и собственно на самой помпе тоже вот здесь вот треугольник просто сверху и вот так одеваем аккуратненько начинаем вот так вот проворачивать вал по часовой стрелке именно по часовой стрелке не против чтобы лопасти у нас встали правильно вот все она на месте то есть совпало все с площадкой крыльчатка там уже в стакане установлена правильным образом то есть вращать еще раз только по часовой стрелке значит сами винты можно прям вот так вот слегка смазочкой не надо сильно чтобы они лучше закручивались выкручивались ну и не ржавели опять же то есть без фанатизма когда от все упирается не нужно давить пытаться что-то туда сильнее все отлично немножко берем смазочку и прям буквально вот так вот чуть-чуть на этот пыльник наносим чтобы водяная трубка сама туда легко заходила когда мы будем ногу обратно ставить опять же без фанатизма не нужно здесь сверху чего-то такого намазывать также обязательно наносим смазку на вот эту вот шлицевую часть вала вот все вот она есть чуть-чуть винтом покрутили вот она все вот она встала нога на месте закручена и теперь сейчас самое важное это настроить скорости то есть мы тягу обратно возвращаем и пока не контрим не контри и и пробуем переключать скорость нейтралка винт свободно вперед фиксирован нейтралка и задняя все отлично вот такие регулировки когда регулировку окончили вот это положение винта тяги мы фиксируем обратно контр гайкой ну и соответственно здесь уже нужно два ключа затянули еще раз проверяем нейтралка передняя нейтралка задняя все как часы регулировка окончена так следующим этапом ребят меняем трансмиссионное масло сделать это очень просто вот прямо снизу вот так вставляем и начинаем давить пока вот отсюда вот сверху здесь она не польется ну все пошло собственно ребят вот и все масло трансмиссионное заменено ничего сложного в этом нет справиться даже любой без подготовки главное поймать вот этот момент когда она начинает переливаться чтобы назад не вытекала быстренько винтиком его вот здесь закрутить поэтому я винтик на отвертку то и сажаю чтобы сразу поймать поменяли крыльчатку как видели тоже ничего такого там сверхъестественного нету все делается переходим к замене винта собственно также ничего такого сверхъестественного вот здесь вот есть вот такая шпонька назовем ее так с усами вот эти усы надо просто отжать выгнуть и вот так вот их распрямить вот так значит тут у тут винт на 17 но надо просто сорвать держим сам винт вот он в принципе пошел нормально и без особого труда выкручивается и снимается опорно-защитную шайбу снимаем винт опа и вот она еще одна шайбочка под ней здесь нас ждет вот что нас здесь ждет лесочка вот это постоянно я как винт менял ну это часто довольно таки история когда вот сюда залезаешь здесь постоянно что-то такое это еще и и мало хорошо очищаем от остатков смазки вот это все хозяйство потому что будем наносить нового естественно вот это вот у меня но этот оригинал вот это вот marine rocket собственно отличие то вот она в чем здесь нету вот этой вот проставки то есть вот этой вот шайбы и он одевается без нее сразу то есть в данном случае просто она будет не нужно потому что по размеру они абсолютно идентичные там внутри стоит сальник грибного вала вот надо внимательно с этим тоже потому что чтобы там никакой лески грязи ничего не было потому что если его прорвет пойдет вода ну как бы и все далее вот сюда вот под сальник наносим смазку новую водостойкую хорошую хорошие отзывы у нее опорную шайбу сажаем на место все она дома смазываем шкив грибного вала весь хорошенько тоже ну и одеваем винтик собственно так ну вообще как дома просто как родное сюда зашел и теперь вот важный момент ставлю шайбу и смотрим совпадет ли и не потребуется ли еще шайбочка для проставки надеюсь что нормально будет а так вот тут отверстие для шпонки 3 не совпадает сейчас подгоню ключом вот так вот она вообще отлично здесь зашла собственно ребят по механике на этом все заменил крыльчатку заменил винт заменил масло в редукторе переходим к моторной части и собственно самое интересное вот под этой вот крышкой тут еще вот видно до остатки старого бензина хорошо конечно вообще карбюратор весь снять почистить но это ребят не сегодня вот он пошел и очень ограниченное пространство узкого то все вот она сеточка вот она собственно и есть это сеточка и что мы видим так мы видим а ничего нормально кстати нормальный фильтр а а вот в крышке внутри видно до песочек вот так вот так что сеточка все-таки справляется своей задачей вроде бы он встал на место дома вот руками я его закрутил вполне себе хорошо и туго ничего дополнительно не требуется со свечами зажигания все на первый взгляд выглядит просто но это только на первый взгляд потому что если вот до этой верхней свечи ключ вот свечной вполне себе сюда дотягивается и в принципе без проблем она отсюда выкручивается то вот сюда вот вот сюда естественно ну по крайней мере мой ключ сюда не пролезает и другого у меня нет поэтому сейчас мы будем чем-то опять тут вот колхозить пытаться вот свечка в общем то не так уж плохо как кажется как выглядит да как на первый взгляд но надо поменять и здесь только вот такая вот история потому что по-другому я не представляю как ее оттуда выкрутить было собственно вот затягивать сильно их и не надо не знаю тут тоже более-менее вроде бы более-менее поставлю новые как у меня здесь за фильмы оттуда выкрутить . . . . . Субтитры сделал DimaTorzok Старые свечи в принципе ребята оказались довольно годными То есть немного я их видимо поэксплуатировал Ну потому что не помню когда крайний раз менял Поэтому я их оставлю на прозапас Всегда чтобы были у меня в дороге пути Ну на воде в смысле где-то Собственно ребята вот ТО и закончено Мотор обслужен, готов к эксплуатации, к выходу на воду Естественно сейчас его завести я не могу У меня бочки нету чтобы проверить Ну и хорошо бы конечно он долго стоял Надо было бы с карбюратором там позаниматься Но у меня уже просто времени на это не хватает Я думаю я его просто пробью хорошенько, продую на воде уже непосредственно Ну и собственно и увидимся мы с вами уже в июле на воде На рыбалке, ну и на отдыхе Не знаю как вам такой материал технический Обычно у меня такого нету Но вот решил записать Может быть кому-то будет полезно вообще в принципе для таких моторов Для ДТшек хороших, надежных Сузук То есть как я и сказал ДТ-15, ДТ-99, ДТ-98 Они все практически принцип у них один Так что пожалуйста пользуйтесь этим видеоруководством Надеюсь материал окажется полезным Спасибо что смотрели Большущего вам всем удачи И пока увидимся на рыбалке